Глава 61. Мы должны найти предателей. На площади перед теремом осталось совсем немного народа. Те, кто уже не мог покинуть территорию, несколько зевак, сжавшихся к стенам по краям площади, а большей частью спрятавшихся и выглядывающих из своих укрытий и отряд северян. Вот так встреча, сказал Милослав. Я предчувствовал что-то подобное, но надеялся, что у южан хватит сообразительности, не вступать с нами в открытое противостояние. — А закрытое противоборство разве лучше? — озабоченно спросила Рада. Ей не нравилось все произошедшее. Привыкнув общаться и доверять духам, она не могла понять, как люди не могут признать неизбежное. Зачем биться против того, что уже решено и одобрено вправе? Неужели гибель купцов с их воинами, а также двух дружин, направляющихся в южные земли, ничему не научили местных жителей? Моя дочь недоумевала, как они не могут понять таких простых вещей, что пришло время для справедливости, возвращения наследников изгнанных князей. И все силы теперь будут поддерживать ее. Зачем приверженцы купцов поставили под удар себя и своих людей, подвели их под пламя Перуна? Когда уже и так все понятно? Ответа на эти вопросы не было. Радомила с грустью оглядывалась вокруг. Ее победный вход в город был омрачен, а первое знакомство с будущими подданными закончилось их гибелью. Милослав, видевший, как переживает сестра, тихо сказал ей. Это тебе все понятно. И нам тоже. А они, он кивнул на местных, прячущихся в прилегающих к площади переулках, этого не знают. А если и знают, то не верят. И сколько ни говори им, что духи одобрили твое правление, что не просто так были уничтожены два войска, направляющиеся в эти земли, многие все равно не поверят. Им время надо понять и привыкнуть к новому. Но мы не можем ждать, пока все все осознают, сказал Белозар, слышавший слова племянника. Мы должны найти всех мятежников, которые разбежались с площади, должны выявить тех, кто поддерживает их взгляды. Иначе не будет нам покоя, и ваша жизнь будет постоянной опасности. Да, нам придется так сделать, подтвердил Демит. Я сразу об этом думал. — Рада, неужели ты считаешь, что здесь все рады нам? — Нет, и это будет еще долго. Даже к моменту взросления Лучезары мы можем не успеть найти всех предателей и несогласных. — Ну как же так? — вздохнула дочь. — Мы ведь с добром пришли. От Горина и купцов люди здесь ничего хорошего не видели. — Они и от нас еще ничего не видели, кроме того, что мы сожгли пару десятков их и соплеменников, сказал Белозар. — Но они же напали на нас! — возразила Рада. — Если бы мы не пришли, то они бы и не напали, — пожал плечами воин. — Так что здесь причина. А что следствие произошедшего, трудно сказать. Но вы все должны быть очень осторожны. Даже спать будете в кожаных доспехах на случай покушения. А мы займемся поиском тех, кто против. Договорить он не успел. Дверь терема тихонько открылась, и оттуда показался один из приближенных Хоттена. Он испуганно огляделся по сторонам. Увидев опроленные тела, лежащие на земле, затрясся и хотел снова закрыть дверь, но столкнулся взглядом с Демидом и застыл, не зная, что делать. — Позови своего господина, — сказал ему Белозар. Прислужник кивнул и скрылся внутри здания. Вскоре изнутри показался Хоттан. Его взгляд бегал с одного северянина на другого, пытаясь понять, что ему грозит за произошедшее. — Я не знал, не предполагал, — начал оправдываться он. — Это мы проверим, — ответил Демид. — А пока проводи нас внутрь и подготовь перечисления всех людей, причастных к семьям купцов и их приближенных. И пеняй на себя, если кого-то утаишь. Хоттан кивнул. В это время на площадь начали возвращаться воины, отправившиеся в погоню за восставшими. Нескольких они тащили связанными вслед за собой. Идти сами пленники не хотели. — А вот и первые допросные, — улыбнулся Белозар. — Я поговорю с ними. Оставив большую часть воинов снаружи, мои родные вошли в терем. Роскошь его убранства поражала. Добротные ткани, висящие на стенах, были расшиты камнями. На полу были не простые половицы, а мягкие ковры. Стол ломился от яств. Прибывшие были голодны, да и все время похода питались простой едой. Но есть приготовленные блюда не спешили. — Приведите сюда тех, кого поймали, — приказал Демид. Когда в открытую дверь завал оклепленников, они никак не могли представить, что вместо того, чтобы бить их и пытать, как это было принято у их правителей, их будут кормить. — Дайте им отведать каждого блюда и напитка, — продолжал мой ладу. Южан усадили на скамью, и прислужники начали подносить еду. Сначала они плевались, думая, что пища отравлена. Но, получив пару тумаков от стоящих рядом воинов, начали глотать. Когда все блюда были продегустированы, а южане продолжали выглядеть здоровыми, их выволокли обратно. — Яд может подействовать позже, — проговорила Радомила. — Но я не чувствую угрозы от этих блюд. — Милослав согласно кивнул. — Но на всякий случай мы будем запивать каждую трапезу водой из источника. А еще позовите Богдану. Где она? Мы должны вместе разделить стол. Да и ее мнение о приготовленных блюдах не помешает. Девица пришла спустя некоторое время. Кивнула всем присутствующим и направилась к Раде, без слов поняв ее молчаливый вопрос. — В некоторых блюдах, — сказала она, показывая на подносы, — использованы травы, которые могут вызвать у нас несварение. Мы не привыкли к таким специям. А в остальных я опасности не чую. — Тогда можете начать трапезу и отнести еду воинам, — сказал Демид. — А ты, Хоттан, расскажи нам пока, что сейчас происходит в южных землях. Северяне разместились за богато накрытым столом, отправив большую часть блюд своим дружинникам. Хоттан стал докладывать о ситуации в городе, о недовольных, о склоках между семьями купцов, об их желании вернуть власть. Всем своим видом он давал понять, что полностью на стороне прибывших. Но голос его звучал слишком лестно и вкрадчиво, в нем слышалось фальшь и страх. Демид, с опаской откусывая кусок приготовленного мяса, думал о том, как много всего предстоит сделать, пока жизнь в этой стороне станет безопасной для его семьи. И как он в этот момент скучает по своему дому в глубине северных земель, вернуться в который пока не представлялось возможным. Глава 62 Наша вера только для избранных После трапезы пришло время располагаться на ночлег. Моих родных проводили в хоромы, которые раньше занимал Горин со своей семьей. После событий, связанных с его гибелью, там все убрали, но гнетущая атмосфера напоминала о том, что здесь произошло. — Я не смогу здесь жить, — проговорила Радомила. Все вокруг кричит о гибели невинных детей и женщин. Она осматривалась по сторонам, и перед ней вставали страшные картины расправы над родными прежнего правителя, в которой и он сам принимал участие. Многие души, расставшиеся в тот день с телом, все еще не смогли найти себе приют в Нави и заполняли приграничный мир. Не имея больше выхода в явь, они не могли уйти и в царство Мары. Так внезапно и предательско была их кончина, что переход не произошел. — Да, здесь тяжело, — согласился с сестрой Милослав. — Почему ваши служители не помогли убиенным? — обратился он к стоящему рядом Хоттону. — Прислужники убрали помещение, и после этого мы все закрыли, — уходя от поставленного вопроса, ответил собеседник. — Так пригласите тех, кто может сопроводить неупокоенные души в Навь, — продолжал молодой Волхв. — Или мне самому этим заняться? Но наши с вами взгляды в этом не совпадают. Я знаю, что на южных землях иные верования, не такие, как в северной стороне и даже в крае Яромира. — Мы принесли веру в богов с нашей территории и придерживаемся ее, — гордо ответил Хоттон. — А местные жители? — уточнила Рада. — Они тоже приняли ваши убеждения и отказались от своих богов? Ее давно интересовал этот вопрос, так как в селениях, которые они проезжали, им не встречались ни капища, ни служители. — Во что верит простой люд, наших князей волновало мало, — отвечал южанин. — Селяне должны работать, и чем больше и тяжелее они работают, тем меньше времени остается у них на думы. А брок, который платят они, повышается каждое солнце, ведь семья князя и его приближенных растет, и им нужно больше продуктов, прислужников, вещей. Поэтому на праздники и ритуалы, на капищах, у людей не остается никаких сил и времени. К тому же после того, как семья старого князя бежала, а сам он был зарублен в схватке с нашими предками, и духи не помогли ему, люди разуверились в поддержке свыше. Местные перестали приносить дары богам, ведь если они не помогли самому князю, то что ждать простому селянину? Мои родные переглянулись. Для них была невероятна мысль, что можно жить без поддержки прави и не обращаться к богам. — А почему вы не перевели подданных в свою веру? — поинтересовался Демид, понимая, что так легче людьми управлять. — Наши боги только для избранных, — с неимоверной важностью ответил Хоттон. — Право приобщиться к ним надо заслужить. Очень немногие были удостоены такой чести. Лишь те, кто ведет свой род от переселившихся предков и не смешивал свою кровь с местными, обладает правом обращаться к богам. Простой люд не может быть допущен до этих таинств. Это заявление еще больше удивило моих родных. — У вас вера в богов привилегия? — спросил Милослав. Хоттон кивнул. — Но ведь человек не может жить без связи с миром прави. Его душа мечется, а разум беспокоен, если нет уверенности в том, что боги помогут и поддержат, если не к кому обратиться, в горе или нужде. — Для этого в селении есть наши представители. К ним может прийти селянин за помощью, — ответил Хоттон. — Но ведь человек не бог, он не может дать того, что подвластно владыкам прави, — возразил Милослав. — Людям этого и не надо, — пожал плечами южанин. — Чаще всего они приходят в нужде. Представитель князя им помогает, дает в долг, что ему надо. А душевные муки простым людям не свойственны, некогда им страдать. Телесные хвори их женщины научились выводить, а все остальное лишь знатным людям присуще. Радомила с ужасом слушала рассуждения Хоттона, который не признавал в селянах таких же людей, как он сам. — Местные так и не стали для вас своими? — пристально глядя на собеседника, — спросил Милослав. — Он видел, что в Хоттоне почти нет здешней крови. Они для вас лишь возможность обеспечения своей жизни? — А разве в других землях не так? — удивленно проговорил ставленник купцов. — Я знаю, что везде есть четкое разделение. — Вера у нас доступна всем, — пылая душой сказала Рада. — Нельзя отнимать у людей надежду. — А мы и не отнимали, — сказал мужчина, не понимая, почему княжна, как про себя он назвал мою дочь, злится. Но, по нашему мнению, у того, кто проводит много времени в мольбах, остается мало времени на работу. И все, кого мы замечали на капище, облагались дополнительной данью. И вскоре люди перестали туда ходить, а служители, которые были у них, вообще ушли с этой земли. Или были схвачены нашими первыми правителями. Ведь они напоминали людям о старых князьях, о магии их жен, и обещали, что те вернутся. — Так мы и вернулись! — воскликнула Рада. Хоттон устало посмотрел на нее. — И мы приветствуем вас! — сказал он. — Но мы не знали, верны ли былины и пророчества, и не хотели тешить людей несбыточной надеждой. Милослав вздохнул. — Мы будем восстанавливать капище и служение богам, которых чтили на этой земле многие солнца до прихода завоевателей. А моя сестра покажет жителям благосклонность духов и возрождение старинного княжеского рода. — Как вы это планируете сделать? — заинтересованно спросил Хоттон. — Это не твое дело! — резко ответил мой сын, которому порядком надоели пустые разговоры. — Пока ты передашь управление городом и расскажешь обо всех семьях, связанных с купцами, где они живут и от кого ведут род, — подхватил его настроение Демид. — Жить в этих стенах мы не будем. — Есть ли поблизости дома, где мы можем разместиться? — Я не верю, что у Горина был один дом. Все его приближенные тоже жили здесь? — Нет, их дома стоят поблизости, — был ответ. — Несколько сейчас пустуют, так как хозяева покинули их, боясь встречи с вами. — Вот и отлично. Проводи нас туда, — кивнул мой Ладу. — А сюда пригласи, наконец, служителей вашей веры. Пусть они помогут душам детей и жен Горина успокоиться, — продолжил Милослав. — Наши служители не будут этим заниматься, — ответил Хоттон. — Родственники Горина считаются отвергнутыми, и к ним никто не прикоснется даже после смерти. Молодой волх вздохнул. Теперь стало понятно, почему в доме Горина царила такая обстановка. А вот манера Хоттона говорить да не договаривать начинала раздражать. Все вопросы, которые они обсуждали, на новом витке обсуждения обнаруживались новые факты. Это говорило лишь о том, что собеседник хотел как можно больше скрыть и говорил лишь минимум из того, что знал. — Хорошо, я сам займусь, — проговорил Милослав, осматриваясь вокруг. Они не виноваты в том, что были родными свергнутого князя. Хоттон возражать не стал. Он вообще уже был не рад своей затеей впустить северян в город. Он думал, что они будут ему благодарны и осыпят почестями. А они оказались хмурыми и серьезными. И хотели справедливости, о которой никто на южных землях отродясь не слышал. От таких ни правду не скрыть, ни тайные намерения реализовать, — грустно думал ставленник купцов. А служитель Велеса вообще пугал его своими пронзительными глазами и рассуждениями, не говоря уже о самих воинах, от которых даже на расстоянии чувствовалась угроза. Но они на моей территории. Я здесь все знаю, и у меня здесь много сторонников, хотя и врагов немало. Но к ним вообще все относятся с опаской. Значит, я смогу их уничтожить. Не сразу, но со временем, — размышлял Хоттон. И тут же спрятал свои мысли подальше, опасаясь, что их прочитают. В ближайшие дни по городу были расставлены кордоны. Также воины северян появились в окружающих город-селениях. Они следили за порядком, наблюдали настроения, царящие на земле, и искали приближенных Горина и свергнувших его торговцев. Мужчин пленили, тех, кто оказывал сопротивление, уничтожили. За их семьями устанавливали наблюдения. Надо было не допустить новое нападение, аналогичное тому, что произошло при входе северян в город. Хоттона с пристрастием допросили о знатных родах, связанных с купцами. Белозар, слушающий его, внимательно запоминал, размышлял, что делать с этими людьми дальше. Оставлять их жить в южных землях было невозможно, так как от них постоянно можно ждать предательства. Но и казнить их было против заветов богов. Воин считал, что лишь тех, кто непосредственно нападает на тебя, можно отправить в царство Мары. И как с ними поступить, думал он? Их присутствие рядом всегда будет грозить нам опасностью. Нападение, случившееся при нашем входе в город, могло обернуться большим несчастьем. Допустить повторения такого нельзя. Да и жизнь в состоянии подозрений и ожидании предательства – не жизнь, а мучение. Я должен обеспечить безопасность Рады со Светозаром, но при этом поступить с предводителем южан по-человечески, не губя непричастных. Как это сделать, ответа пока не было. Этим вопросом были заняты и Демит с Милославом. Они обсуждали разные варианты, но ни один из них не могли утвердить. Воины Перуна, присутствующие на беседах отца с сыном, не понимали их метаний. «Придать завоевателей огню и дело с концом», – говорили они. «Они сделали это с нами, не раздумывая, если бы могли покорить. Оставить их живых – значит дать слабину». Демит понимал, о чем говорят его воины. Таковы были законы между победителями и проигравшими. Но среди родных и приближенных повергнутых правителей были их жены и дети. Чем они заслужили подобную участь? Но если оставить им жизнь, казнив только мужчин, то можно ли быть уверенными, что матери не вырастят детей в ненависти, лишившись мужей и братьев? Пока мои родные решали, что делать с семьями предателей, да и с такими, как Хоттен, которые считают себя избранными, хранят чистоту крови и за столько солнц не породнились с селянами, а значит не считают их равными себе, и не смогут построить добрососедских отношений, стремясь вернуть власть и подтвердить свое превосходство. К ним стали поступать вести, что многие знатные семьи тайно, ночами, покидают свои дома и уходят еще дальше, на юг, в поисках нового пристанища. Часть из них была схвачена располагающимися в селениях воинами севера и доставлена в город для вынесения приговора. После очередных допросов тех, кто представлял опасность, казнили, остальным разрешили покинуть южные земли и никогда не возвращаться. Так, мало-помалу, плодородный край начал очищаться от предателей и недоброжелателей. За теми, кто пожелал остаться, установили наблюдение. Среди них, в большинстве своем, были те, кто давно смешался с местными, растил общих детей и не хотел уходить. Они обещали принять новую княжну и не чинить ей зла. Мои родные были довольны текущим состоянием дел. Работы предстояло еще очень много, но радовало то, что дело движется. Из многих селений воины передавали вести, что люди ждут появления новой княжны и готовы приветствовать ее. О ради спрашивали все, от мала до велика, и больше всего люди хотели узнать, на самом ли деле она – наследница древних князей. Демид велел своим воинам объяснить селянам, что вскоре княжна предстанет перед ними, а сам думал о том, как обеспечить безопасность дочери во время всеобщего сбора. Вычислить и обезвредить всех настроенных против людей за столь короткое время не представлялось возможным. Но тянуть с торжеством дальше было некуда. За этими делами и думами проходили дни моих родных, и только Рада с Богданой не слишком интересовались такими мелочами, как враги среди их новых подданных. Им было гораздо интереснее рассматривать свое новое жилище, удивляться тому, как у Южан все устроено, стараясь по возможности переделать быт под себя. Жили девицы вместе, так как места в доме для приближенных Горина было немного, Светозар с Милославом занимали соседние от них покои, а Демид с Белозаром расположились в другой стороне. В коридорах стояли воины. Еду для всех готовил северянин со своими помощниками, который отвечал за питание войска в походе, а продукты, которые теперь Южане привозили для дорогих гостей, Рада с Богданой проверяли лично. Они все еще боялись отравления, и, как показывала практика, не зря. Время от времени Южане пытались подсунуть отравленные продукты. Их без труда находили девицы, так как от плодов и зерна шло неприятное ощущение. Если хорошая пища распространяет вокруг себя обещания насыщения и удовольствия, то та вызывала ощущение тошноты и отвращения даже до момента ее принятия. Такие продукты сразу придавали огню, а привезших их допрашивали, выясняли, кто имел доступ к повозке с едой и мог отравить ее. После нескольких показательных сожжений тех, кто хотел отравить северян, подобные попытки прекратились. Но Рада продолжала досматривать и пищу. Она уже поняла, что теплого приема для нее не будет. Глава 64. Я хочу открыть селянам правду. Мечты моей дочери привести на южные земли мир и справедливость пока разбивались. Если селяне приветствовали ее, то среди городских жителей было много противников. Иногда ей было даже трудно дышать от дурных пожеланий, льющихся на нее от недоброжелателей. Не спасало даже то, что они были далеко. Моя дочь прекрасно чувствовала их мысли даже на расстоянии. Поделившись этим с братом, она услышала от него неожиданные слова. «Ты можешь определить, где находятся эти люди?» спросил он. «Они повсюду», — ответила Радомила. «Нет, у них есть дома и жилища. Мы должны поймать всех, кто желает нам зла», продолжал Милослав. «Если ты чувствуешь их и сможешь определить местоположение, то наши воины схватят их». Сам он тоже использовал этот метод. Но он отнимал много времени, которого и так не хватало на все дела. А вот Радомила была более свободна. Они с Богданой навели нужный им порядок в помещениях, осмотрели вещи, оставшиеся от прежних обитательниц княжеского терема. Платья жен и дочерей Горина были из тончайшего нежного шелка, который приятно холодил под жарким палящим солнцем юга, расшитые причудливыми для северянок узорами, которые были нанесены на ткань очень тонкими яркими нитями. Девицы восхищались увиденным. Даже до терема Доброслава не доезжала такая ткань. Слишком мало ее было, оставляли себе жены южных правителей. — Брать это себе мы не будем, — сказала Радомила. — Красивые они, но чужие. Да и судьба у их обладательниц печальная. — Отдадим прислужницам, — кивнула Богдана. — Носить они их не будут, слишком неудобно для работы, а вот любоваться смогут. Само обладание такой вещью приятно. А для нас с тобой я закажу такой ткани и нитей. Будем шить себе наряды. Скоро торжество, — ответила моя дочь. Богдана вопросительно посмотрела на нее. — Мой брат хочет продемонстрировать южанам благосклонность к нам местных богов и духов, — объяснила Рада. — Для этого надо сделать что-то грандиозное, чтобы все были свидетелями и однозначно убедились в том, что я наследница изгнанных князей. Еще надо напомнить селянам, что они жили совсем иначе, когда были свободны. Завоеватели навязали им другой уклад жизни, заставили забыть своих богов, некоторые влились в местные семьи, имеют общих детей, но не стали следовать принятым у южан обычаям, а навязали свои, пользуясь поддержкой своих правителей. Селяне подчинились и стали следовать чуждым им традициям, со временем поверив, что те лучше и ближе им. Но невозможно быть собой, чувствовать силу, когда оторван от своих корней. Южане хоть и живут на своей земле, но богов своих забыли, их капища стоят пустыми. Завоеватели постарались, чтобы служение было опасным для людей, и те, сохраняя свою жизнь, отказались от него. Надо пробудить в них память, очистить от налипшей скверны, чтобы они увидели себя такими, как они есть, ощутили зов своей земли, которая страдает под давлением чужеземцев. — И как вы хотите это сделать? — спросила Богдана. — Милослав предлагает собрать всех вокруг высокого холма. Так нас сможет увидеть большее количество человек, а потом показать им нечто, что они никогда не видели. Матушка рассказывала, что как-то смогла открыть прошлое, и все, кто собрался у лесного алтаря, увидели его. Люди стали свидетелями событий, которые пытались скрыть от них, а именно ритуал старейшин, в которых те приносили человеческие жертвы. Я тоже хочу открыть собравшимся, около холма, прошлое. Знаю, что бабушка в тот раз приготовила для всех специальное зелье, и оно помогло затуманить ум и обратиться к зрению душой. Но там было немного человек. Как сделать нечто подобное с огромной толпой, я пока не знаю. Будь у меня много воды из источника, можно было бы напоить ею южан, попросив духов открыть им тайное видение на время. Но целебной воды мало, а ехать сейчас за ней небезопасно. Мы должны быть вместе и находиться в городе. Иначе поползут слухи, что я сбежала. Этого допустить нельзя. Богдана согласно кивнула. Она была заворожена, представляя картину, как Рада, стоя на высоком холме, открывает для собравшихся тайны прошедших солнц, как по селянам прокатывается волна времени, и они чувствуют то, что никогда раньше не испытывали, как просыпаются их души после долгого сна под чужим гнетом. И радость заливает открывающиеся навстречу свету сердца. Радость обретения себя и своей памяти, которую завоеватели стирали, убеждая селян в том, что именно они, чужестранцы, принесли селянам умения и знания. И являются избранными, имеют право главенствовать и насаждать свою волю. Хотя все было совсем наоборот. Неотесанные, живущие на инстинктах чужеземцы, пришли на землю, где была налажена сытая жизнь с обработкой земли, выпасом скота, душевными праздниками и подношениями богам. Глядя на это, предки Горина захотели такой же жизни и славы процветающего народа. А со временем даже поверили в то, что именно они научили южан всему. «А что ты планируешь им показать, чтобы убедить в своей правоте?» – уточнила Богдана, думая о том, какую картину прошлого лучше раскрыть на сборе. «Сначала бегство княжон, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что они выжили», – сказала Радомила. «Потом варварское завоевание этого края теми, кто говорит, что принес благоденствие. Возможно, духи подскажут еще что-то». «Ты говорила об этом с отцом?» – воодушевленно спросила собеседница. «Да, он знает мой замысел, но говорит, что это очень рискованно, и он не сможет обеспечить мою безопасность», – вздохнула моя дочь. «Да, это будет сложно», – согласилась Богдана. «Но я уверена, что мы придумаем, как быть». «Спасибо, я так рада, что ты рядом», – улыбнулась Рада. «Тяжело все-таки в чужой стороне. Я по-другому это себе представляла». «Я тоже», – кивнула девица. «Но в жизни все всегда сложнее, чем в мечтах». Они улыбнулись друг к другу и позвали прислужниц. Надо было узнать, где жены Горина брали такую чудесную ткань. На предстоящий сбор надо было сшить такие одежды, чтобы южане, только взглянув, почувствовали родство Радамилы с прежними княжнами, которые отличались своей утонченностью и красотой. Глава 65. Дар от Источника Наш дом в Северном крае опустел после того, как все мужчины покинули его. И даже заботы о лучике, которая продолжала быть очень требовательной и капризной, не давали мне полностью отвлечься от навалившегося одиночества. Жены младших братьев Демида тоже грустили и ждали возвращения своих мужей. Только наши дети радостно бегали по двору, играли, веселились и лишь по вечерам за общей трапезой спрашивали, когда вернутся их отцы. Если детей Поледы и Дарьяны я могла обрадовать, их мужи скоро должны были прибыть домой, после окончания осады города и восстановления сил они вместе с войском Доброслава взяли путь на Северные земли. А вот мой Ладу и Белозар отправились сопровождать Радомилу с княжичем в земли Горина. Так было решено на семейном совете. Поскольку оставлять наш дом долго без мужской помощи и защиты было нельзя. Боремир хоть и помогал нам по мере сил, но справиться с двумя большими хозяйствами не мог. И если наши наделы земли он засеял вместе с подросшими племянниками, то для сбора урожая надо было больше рук, да и дрова на грядущую зиму надо было готовить. Так что мои невестки ждали возвращения мужей, а мы с Велеславой лишь вздыхали по ним. Белозар возвращаться пока не планировал. И я вообще не видела его в доме в ближайшем будущем, так же, как и Демида. Близнецы Валид и Велимудр подрастали, становились все больше похожими на тех, в честь кого были названы. Взгляд черных глаз Валида уже сейчас пугал селянскую детвору, а рассудительность Велимудра умиляла. Такой малыш и так вдумчиво все делает. Лучезара любила наблюдать за игрой братьев с моих рук. Домашние даже шутили, что Лучезара растет настоящей княжной, ни на мгновение одна не остается, рядом всегда должен быть кто-то, кто будет исполнять ее желания. Несмотря на домашние дела и подрастающих сыновей, которым все больше не хватало отцовского слова, все мое внимание было направлено далеко отсюда. Я наблюдала, как обстоят дела в далекой южной стороне. Чувствовала смятение дочери, на которую навалилась тяжесть быть представительницей древнего рода, находясь при этом среди позабывших свои корни людей. Своим примером пробуждать их и вести к истокам. Также я ощутила беспокойство мужа, который тревожился за Святозара с Радой, за их будущее в чужой стороне, не смея предугадать дальнейшее развитие событий. Нам с ним было бы спокойнее, если бы Радомила стала княжной северных земель и жила под покровительством Цветана и Доброслава. Но жизнь распорядилась иначе. Нашей дочери выпало возрождать княжескую ветвь на юге. Зная ее характер и огненное горение внутри, недаром в ней смог пробудиться дар Перуна, и я понимала, что она, как никто, подходит для этой роли. Лучик была другой, более нежной и ранимой. Она могла прийти на юг, лишь когда все неприятели будут побеждены, чтобы, как журчащий ручей, напитать собой засохшую в руках завоевателей южную землю. В моей младшей дочери было очень много водной стихии. Источник из южных земель бурлил в ее крови. Она была нежной и звенящей, как первые княжны древнего рода. Побороть сопротивление чужестранных завоевателей она бы не смогла. Да, огонь Перуна в ней пробудится вряд ли. Поэтому роль освободительницы выпала Радомиле, которой было бы скучно сидеть в тереме рядом с Цветаной. В один из дней я почувствовала желание старшей дочери поговорить со мной. Услышать друг друга на расстоянии сложно. Для этого надо прикоснуться к другому душой, а для этого быть совершенно безмятежным и дойти до глубины своей души. Рада сейчас пребывала в тревожном состоянии, и общаться нам было сложно. Поэтому она решила попробовать сделать так, как ее учила бабушка. Поставив перед собой большой чан с водой, Радомила зажгла свечи, расположив их по кругу, и начала обращаться ко мне. Первый ее призыв почувствовала Лучезара. Сестры продолжали иметь между собой особую связь, недоступную даже мне. Малышка забеспокоилась, начала крутиться на моих руках и требовала куда-то пойти, только сказать куда не могла. Зато я увидела в ее глазах образ сестры и, потянувшись сердцем к старшей дочери, почувствовала, что она пытается пообщаться со мной. Я тоже налила чистой воды в объемный чан, зажгла свечи и вместе с Лучиком начала всматриваться в глубину воды. Сначала я видела лишь дно деревянного чана и особенности дерева на его боках, а потом сквозь воду начало проявляться лицо моей дочери. «Как же она повзрослела за прошедшее время», подумала я. Радомила внимательно смотрела на меня и, когда поняла, что я ее вижу, улыбнулась. Лучик тоже заинтересованно глядела на сестру. Потом в чане показалось изображение каких-то странных украшений. Малышка на моих руках начала тянуться к ним, будто узнала предметы. Потом все резко пропало, и больше мы с Радой не могли связаться с друг с другом. Я подумала, что она пробовала свои новые способности, обретенные после контакта с источником. Раньше мы могли связываться друг с другом только мысленно, что не давало четких образов. И хотя бабушка рассказывала нам и даже учила искусству смотреть по воде, но получалось у нас не очень хорошо. А теперь, имея связь с источником, Рада могла развивать в себе новые умения. Лучик же выглядела очень воодушевленной, после увиденного. Она улыбалась и пыталась мне что-то сказать. А я понимала, что обе мои дочери будут жить далеко от дома. И мне отведено на самом деле совсем немного времени рядом с ними, пока они растут. А после надо их отпустить далеко-далеко, в мир, где их будут ждать одни опасности. В этот момент к нашим воротам прискакал гонец. Он привез весть о том, что к нам направляется княгиня и до конца дня будет здесь. Надо подготовить покои для Цветаны, сказала я женам братьев моего мужа. Она вместе с прислужницами и охраной приедет сегодня вечером. Что-то случилось? Пугаясь, спросила Дарьяна. Она помнила, что еще ни один приезд княжеской четы не приносил спокойствия в наш дом. Думаю, в этот раз она едет только ко мне, проговорила я. Ощущая беспокойство княгини, я чувствовала, что ей надо обсудить ситуацию, в которой оказались наши дети. Раньше никто не думал, что Святозар с Радой могут уехать так далеко от северных земель, как они сейчас оказались, и остаться там на долгие солнца. Когда солнце начало клониться к закату, к нашим воротам подлетели всадники. Они притворяли приезд Цветаны. Повозка с ней появилась спустя некоторое время, подъехав уже к распахнутым воротам и выстроившимся охранникам. Я встретила давнюю подругу, стоя во дворе. Цветана выглядела совсем иначе, чем я ее помнила. В глазах княгини была усталость и грусть, а еще бесконечная тоска. Такой я никогда не видела в прозрачных серых глазах княгини. Даже в самые сложные моменты, которых было много в ее жизни, такой всепоглощающей тоски в них никогда не было. По всему выходило, что Цветана очень скучает по своему сыну. Долгие солнца, он был для нее единственным светом и радостью в том мире, где ей было отказано в личном счастье. И хотя сейчас у княгини было достаточно забот, весь северный мир был под ее оберегом, маленькая Славимира и сыновья мужа, но сердце все равно болело за Светозара, который находился в чужой стороне, среди недругов, да еще и собрался остаться там надолго. Она прибыла ко мне, чтобы я уговорила наших детей вернуться, отказаться от правления южными землями. Эта просьба читалась в ее глазах, а я понимала, что не смогу ее исполнить. Глава 66. Мое сердце болит за сына. Княгиня протянула ко мне руки и обняла как родную сестру. Мы были среди своих, личных охранников и близких людей, и Цветана могла позволить себе проявить чувства. «Здравствуй, Млада, я так рада видеть тебя!» Искренне улыбаясь, произнесла гостья. «Здравствуй, Цветана, ответила я. Мой дом всегда открыт для тебя, и я счастлива приветствовать тебя в нем». Мы вновь обнялись. На нас вдруг нахлынули воспоминания о временах, которые нам довелось пережить здесь вместе. Когда почти не осталось надежды, когда мы были слабы и беззащитны, а наши мужчины, как и сейчас, были далеко. Это всегда будет объединять нас, напоминать о том, что благоденствие не вечно, и оно выстрадано нами, как и другими людьми. За возможность спокойно жить заплачена дорогая цена, и о ней надо помнить. Мы прошли в дом. Стол уже был накрыт и ждал дорогую гостью. А для воинов, сопровождавших княгиню, угощения и отдых после дороги были приготовлены во дворе нашего дома, куда вынесли лавки и столы. Их поставили в тени раскидистых деревьев, и охранники могли удобно расположиться. К нам пришел Буримир, которому наши мальчишки уже сообщили о приезде Цветаны с дружинниками. Брат моего мужа с радостью окунулся в разговоры о службе и дозоре, которые несут воины, вновь почувствовав себя молодым, когда он сам был в их рядах. Мы с Цветаной за столом говорили о разном, но главную, волновавшую княгиню тему не затрагивали. Ее мы могли обсудить только наедине. Гостья рассказывала, как растет Славимира, что она стала ей настоящей дочерью, а мальчики-лебедяны делают успехи в обучении и уже совсем привыкли к жизни в тереме, младшие называли ее мамой. Только двое старших помнили ту, что их родила, но Цветана была намерена сохранить память о второй жене своего мужа в сердцах их детей. Когда трапеза закончилась, мы с княгиней поднялись в мои покои. И там она дала волю своей тревоге. Она смотрела на меня глазами, полными слез, и просила вернуть наших детей домой. «Мое сердце целыми днями болит о Святозаре», говорила она. «Как он в далеких землях? Он же совсем мальчишка, хоть и мнит себя взрослым. Еще недавно он безвылазно сидел в этом доме, а ныне посягает направление южным краем, где повсюду неприятели, горящие кровной местью». «Он отправился вслед за Радой», ответила я. «Их судьбы связаны, ты сама знаешь, и Святозар не мог оставаться дома, пока его невеста покоряет неизведанное. Они могли бы спокойно быть в моем тереме, заниматься тем, чем хотят, зачем было ехать в дальние страны». «Будто не слыша меня», продолжала собеседница. «В наших землях тоже есть чем заняться, всем работы хватит». «Судьба зовет их», проговорила я. «Они оба наследники древнего рода, и кому, если не им, возрождать древнюю власть над южной стороной?» «Хватит ли им сил?» вздохнула Цветана. «Думаю, да», сказала я. «Местные духи поддерживают их, с ними молодой волх и воины Перуна, плюс у них есть все права на южный трон. Вспомни, ведь твоя семья тоже когда-то владела магией, и пусть дар растерялся за много солнц, но в крови Святозара есть кровь старых князей. Я уверена, что твой сын еще проявит себя». «Им бы спокойно пройти свадебный огонь, да о детях думать», продолжала Цветана, глядя в окно. «А какие дети в окружении врагов?» Она вспоминала свою беременность во время вторжения неприятеля, и как трагично могло все закончиться, не спаси ее в последний момент мой муж вместе с Доброславом. «Врагов вычислят и перебьют», уверенно проговорила я. «Наследников дадут боги, когда придет время. Они же и защитят их. Не все в нашей власти. Не все мы способны предугадать, но должны верить в наших защитников в праве, ведь мы всегда под их покровительством». «Мне бы твою уверенность», с болью проговорила княгиня. «Светозар для меня больше, чем сын, и я не справлюсь, если с ним что-то случится, ведь это будет значить, что я его не уберегла, не предугадала, не предупредила об опасности». Я подошла к подруге и положила ей руку на плечо. «Ты уже сделала все, что могла», молвила я. «Спасла его, когда никто, кроме тебя, бы не смог, дала ему жизнь, чуть не лишившись своей, выкормила и вырастила, не имея надежды на будущее. Ты воспитала из него настоящего княжича, хотя вы жили в простом селении на правах беглецов. Теперь он сам за себя в ответе. Ты больше ничего не должна. Не мучай и не вини себя». «Мое сердце все равно не на месте», ответила Цветана. «Я уже давно не видела сына и сколько еще не увижу». В этот момент мне пришла в голову мысль. «Я не могу вернуть наших детей назад», сказала я, «но попробую показать тебе Светозара». Княгиня с недоверием посмотрела на меня, а я ободряюще кивнула ей. Крикнув вниз с просьбой мальчишкам принести мне чан с водой, я зажгла свечи, взяла на руки Лучезару, поскольку она лучше меня умела связываться с Радой, и потянулась вниманием к старшей дочери. Сначала, как обычно, ничего не происходило, но я почувствовала, что Рада уловила мое намерение увидеться, и спустя некоторое время вода сквозь пелену в ней показалось лицо Радомилы. Она приветливо улыбалась мне, а увидев рядом Цветану, удивленно предняла брови. Княгиня же внимательно всматривалась в сквозящий в воде образ, веря и не веря своим глазам, и ища позади Рады еще кого-то, а я старалась передать дочери, чтобы она привела к нам Светозара. Рада вдруг исчезла, а Цветана все пыталась поймать ее лицо в ставшей прозрачной воде. «Как у вас так получается?» спросила она, поворачиваясь ко мне. «Раньше ты так не умела». «Бабушка учила меня, но мы на самом деле плохо переняли у нее это умение», ответила я. «Но сейчас, когда Рада взяла силу источника, она сумела обрести ее эту способность». В этот момент вода вновь притянула нас, и в ней показалось непонимающее лицо Светозара. Он с удивлением смотрел на меня и Цветану и что-то спрашивал у стоящей рядом Радомилы. Она показывала ему «Смотри в воду». Цветана протянула руку к возникшему образу и, казалось, прикоснулась к непослушным волосам своего сына. Он улыбнулся, поклонился матери. После этого все исчезло. Княгиня вздохнула. «Я вижу, что наши дети счастливы вместе», сказала она. «Не знаю, что им предначертано, но разрушать их союз я не буду. Я давно не видела в глазах сына столько задора и горения. Видимо, ему и правда хорошо сейчас. Он может проявить себя. Если ему суждено жить в южных землях, пусть так и будет». Я обняла свою подругу, зная, как тяжело ей дались эти слова и как беспокоится материнское сердце за единственного сына, уехавшего на чужбину. Сказать ей, что все будет хорошо, я не могла, так как знала, испытания еще будут, но наша вера в детей поможет им преодолеть все. Глава 67 Уручья На следующий день мы с Цветаной отправились в дом Васы и Боремира. Княгиня жила там в свой первый приезд. И те дни в уединенном доме моих родных она бережно хранила в своей памяти, возвращаясь к этим воспоминаниям, когда ей нужно было успокоиться и обрести душевное равновесие. Мы решили отправиться в гости верхом. Оседлали лошадей из конюшни, которая хоть и опустела после отправки мужчин в южные земли, но несколько лошадей в ней осталось. Наши мальчики с усердием ухаживали за ними, желая показать отцам, когда те вернутся, что они могут. Цветана пришпоривала коня и неслась вперед, вспоминая дни юности, когда она ездила верхом сначала в родном доме, а потом вместе с будущим мужем уже в северных землях. Она летела, почти не касаясь земли, будто желая оставить позади свои сомнения и переживания. Я ехала позади княгини и думала о том, что, переговорив о судьбе Святозара и Рады, мы ни словом не коснулись гибели ее брата. Яромир много значил для Цветаны, он был единственным из родительской семьи, кто оставался в Яве, а вот теперь покинул мир живых. Я видела, что она несколько раз хотела начать эту тему, но останавливалась. И вот сейчас, скача по узкой дороге, княгиня переносилась в своих воспоминаниях в раннее детство, когда они с братом также носились на лошадях под испуганные крики прислужниц, отвечающих за их жизнь и здоровье и боявшихся таких резвых игр наследника с сестрой. Не доехав до дома Буремира, Цветана остановилась, спешилась и, бросив по воде подбежавшим охранникам, попросила их подождать на тропинке, а сама, взяв меня под руку, направилась к ручью, протекающему в этой стороне. Его воды текли неслышно и также неслышно капали слезы из глаз княгини. «Ты знаешь о моем брате?» спросила она. Я кивнула. «Гибель Яромира я видела в своих видениях». «Скажи, почему так случилось? Почему боги так строго наказали его?» «Достаточно было потрепать его войско». «Он нарушил их волю», ответила я. «Другой князь перед ним тоже пытался захватить южные земли, и его постигла та же участь. Яромир не захотел услышать послание богов». «Это слишком жестоко», воскликнула Цветана. «Он ведь шел к южанам с миром». Я понимала, что княгиня видит произошедшее так, как ей легче воспринимать его. Осознание, что брат сам виноват в своей гибели, было бы невыносимо для нее. «Нить его судьбы оборвалась», примирительно сказала я, «и не нам осуждать матушку Макош за это». Цветана положила голову на мое плечо и дала волю слезам. Она не могла так открыто оплакивать брата у себя дома, так как Доброслав был не очень доволен всем, что произошло в его городе, ведь с семьей Цветаны он расстался натянуто. Она понимала это и прятала Слезы, струящиеся по щекам, казалось, стекали до самого ручья, и его воды уносили беду и тоску с собой, освобождая сердце и облегчая душу. Княгиня плакала и плакала, прощаясь с тем, кто был ей порой вместо отца, и кого она вновь потеряла, обретя лишь недавно, после выхода из своего забвения. Мы еще долго сидели на поваленном на берегу дереве, глядя на текущую под ногами воду и думая о своем. У каждой была своя печаль, которую мы отдавали ручью, а он покорно забирал ее и уносил прочь. Спустя время мы почувствовали, что озябли. Несмотря на летний день, в тени леса у воды было прохладно, поэтому мы продолжили путь к дому Боремира. Васа уже ждала нас, за время замужества она похорошела и даже помолодела. Счастье делает женщину краше и моей давней знакомой оно тоже пришлось к лицу. Жили они с Боремиром спокойно, настрадавшись за свою жизнь, были внимательны и добры друг к другу. Когда воины Севера направились на выручку Яромиру, она очень переживала о своем сыне, переживала, что он погибнет в сражении, но поскольку Всеволод к моменту похода был еще мало обучен воинской науке, то остался охранять княжеский терем. Материнское сердце на этом успокоилось. Поскольку мы задержались, то Васа, ожидавшая нас уже несколько часов, беспокоилась, а завидев на дороге, улыбнулась. Брат моего мужа тоже был здесь, он стоял рядом с женой на правах хозяина, принимая гостей. Поклонившись княгине, мужчина приветствовал воинов, с которыми вчера имел общение в моем дворе. Здесь для них тоже были приготовлены лавки и стол, а в доме была накрыта трапеза для нас. Хозяйка принялась угощать дорогую гостью, не решаясь присесть рядом с княгиней, но та сама пригласила Васу разделить с нами пищу. Цветана никогда не чуждалась простых людей, зная, что на них и опирается власть ее семьи. В просторных стенах нового дома время текло неспешно. Было даже непривычно тихо, и я поняла, чего мне не хватает, криков детей, обычно доносившихся с моего двора. Они не затихали ни на минуту, выполняли ли дети поручения взрослых, или были заняты своей игрой, это всегда сопровождалось шумом и криками. А в лесном доме моего Шурина было очень тихо, это радовало и беспокоило одновременно. Я видела, что Васе хорошо здесь, она обрела долгожданное счастье и покой, но мысль о ребенке не покидала молодую жену. Ее душа жаждала подарить накопившуюся в сердце любовь маленькому беззащитному созданию. Одному Буримиру было слишком много ее нежности и чувств, но боги пока не давали им малыша. Я видела, что души, готовые к воплощению, присматриваются к ним, как к будущим родителям, но разрешения на воплощение у этой пары пока не получали. «Как ваша дочь, княгиня?» спросила Васа, помнившая историю с похищением малышки. «Она растет и все больше радует меня», улыбнулась Цветана. «Я каждую минуту скучаю о ней в разлуке, но даже сюда я не рискнула брать малышку, Славимира теперь всегда под охраной моих личных я надеюсь все они вырастут крепкими и здоровыми», ответила Васа, не позволяя себе проявить грусть, живущую в ее душе по поводу детской темы. Но княгиня и сама все поняла. Она видела пустой дом и тоску в глазах собеседницы. «Боги часто глухи к нашим мольбам», со вздохом проговорила она, «но им виднее, что нам предначертано». Васа кивнула, она понимала, муж окружил ее заботой и построил для них прекрасный дом. Но грусть о том, что она не может подарить мужу ребенка, никуда не уходила. После отдыха в доме Буремира мы продолжали прогулку верхом, скакали с княгиней вдоль колосящихся полей, спешивались у ручья, петлявшего по нашей земле. Но обеих не покидало какое-то странное чувство, появившееся после разговора с Васой. Глава 68 Воспоминания Когда мы с Цветаной подъезжали к моему дому, по дороге встретили двух всадников. Это были младшие братья моего мужа, которые возвращались в родные края из похода с Доброславом. Они задержались в городе, поскольку правитель велел провести учет воинов, ездивших с ним в южные земли. Некоторое время они жили в казармах вместе с дружинниками. Лишь пару дней назад их распустили по домам. Дарьяна с Поледой, давно поджидавшие своих мужей, выбежали им навстречу. Соскочив с коней, мужчины обняли своих жен, к ним тут же присоединились соскучившиеся по отцам дети. Женщины целовали обветрившиеся лица своих любимых и не скрывали слез радости. Сколько раз я видела проводы, и так редко была свидетельницей счастливых возвращений. Часто мужчины приезжали тяжело ранеными, как было с Буримиром, и тогда радость встречи затмевалась переживаниями об их здоровье. Но в этот раз легкие раны, что мои шурины получили в сражении, уже затянулись, и они были полны сил, что делало их приезд еще более счастливым. Цветана, глядя на происходящее, улыбалась. Она сама недавно также встречала мужа, но ее настроение тогда было омрачено отсутствием сына, который остался в южных землях. Единственной, кому тяжело было смотреть на происходящее, была Велеслава. Она тоже мечтала поскорее увидеть Белозара, обнять его, прижаться к запыхавшейся от дороги груди, но ее муж был далеко. Поэтому она стояла в стороне, удерживая своих детей, которые норовили проскользнуть к братьям и обниматься вместе с остальными. Но они были еще слишком малы для такого столпотворения, которое было сейчас в моем дворе. Я подошла к Велеславе и обняла ее. «Как хорошо, когда возвращаются любимые», сказала Цветана. «И мы, поприветствовав приехавших мужчин, пошли в дом Велеславы. Я забрала лучика у Дарьяны, которая оставляла дочку на время своего отсутствия. Мои невестки в радостном возбуждении осыпали своих мужей вопросами, а княгиня с интересом осматривала дом, в котором когда-то жила. Замечала, что как там все изменилось. За последнее солнце Белозар привез ярмарок много новых вещей, ведь после возвращения доброславом власти в городе возобновилась торговля с сопредельными землями, которая прекращалась при князе-завоевателе. Тот опасался пускать на свою территорию торговцев, не хотел, чтобы вести о том, как идут его дела, распространялись по округе. А дела у него шли плохо. Все наши жители были настроены против чужеземцев и мстили им при первой же возможности. Чтобы не прослыть среди других правителей тем, кого не признают свои собственные жители, князь вообще остановил все сообщение. И новые товары, ткани, вещи долгое время было взять неоткуда. Поэтому и быт наш был скромным. В обиходе было лишь то, что мы сами могли сделать. А пристальный взгляд Тимиры, бывший в те времена поместницей в нашем селении, не давал нам возможности развернуться и сделать свою жизнь лучше, чем у остальных. Сейчас все это было позади. Во главе нашего селения стояли назначенные демидом старейшины, чье избрание поддерживали селяне. И наша жизнь текла легко и размеренно. А красивые вещи появлялись и украшали наше жилище. Здесь многое изменилось, сказала Цветана. Хозяйка кивнула. Между женщинами давно не было обид или ревности из-за Белозара. И та, и другая нашли свое счастье. Да, мой муж старается сделать так, чтобы мне с детьми было удобно, сказала Велислава. Мальчики такие подвижные, за ними глаз да глаз. Недавно научились ходить, еще не очень уверенно держатся на ногах, а уже везде лезут. Я понимаю, кивнула княгиня. Она присела к детям, которые с интересом рассматривали ее. Велимудр, как обычно, был задумчив и смотрел будто сквозь человека, а Валид прожигал гостью черными, как смоль глазами, которые смотрели прямо в глубину. Какие они разные и похожие одновременно. Они очень похожи на тех, в честь кого были названы, ответила мать. Еще мне кажется, что Валид с кем-то общается мысленно. В такие моменты я чувствую, будто что-то меняется в пространстве, время замедляется и мне становится не по себе. Я понимаю, что нас кто-то навещает, но я его не вижу. А вот дети видят его, особенно Валид, его брат реже. Я понимаю, щекивала. Велеслава уже рассказывала мне об этом. Даже звала как-то вечером, когда ей было особо страшно после отъезда Белозара, а дети вдруг затихли и стали смотреть в одну точку, потом друг на друга, потом тянуть руки в пространство. Когда я пришла, то сразу ощутила, о чем говорит невестка. В доме кто-то был, и я прекрасно знала это. Это был черный волк, который при жизни спасал и меня, и беременную Велеславу, его образ был нечетким, но все-таки видимым для меня. Я даже не поняла, как это происходит. Возможно, дар Валида в этой жизни был таким сильным, что он помнил свои прошлые воплощения и мог приводить их в наш мир. Так или иначе малыши часто были в компании большого волка, невидимого для остальных. Велеслава тоже начала привыкать к этому. Она и раньше ощущала, что рядом со спящими младенцами кто-то есть, будто охраняет их сон. Но тогда рядом был Белозар, и это не пугало ее. Сейчас, оставшись одна и находясь в состоянии постоянной тревоги за мужа, она начала острее реагировать на невидимого друга детей. У детей есть охранник, это же замечательно, пыталась поддержать ее Цветана. Он всегда предупредит вас об опасности. Велеслава и сама это понимала, но переживала о том, что не может увидеть его сама. Проходите, сказала она, вы устали с дороги. Мы с княгиней и правда нуждались в отдыхе. Конная прогулка вместе с пережитыми эмоциями утомила нас. Но в большом доме сейчас было очень шумно. Кроме детей и жен вернувшихся воинов приветствовали и сопровождающие Цветану дружинники, а мы хотели отдохнуть в тишине. Закончив с трапезой, мы расположились в свободной комнате. Лучезара заснула на моих руках, а нам с Цветаной было о чем поговорить. Одних общих воспоминаний было не счесть. Наши разговоры плавно текли, пробуждая в душах то радость, то грусть. И в конце вечера, когда шум в большом доме затих, мы вернулись к себе. Решив завтра прогуляться до домика бабушки, который я навещала время от времени, а старшие дети поддерживали в нем порядок. Глава 69. Старый дом. На следующий день мои родные все вместе отправились работать в поле. Обрабатывать всходы без мужчин было сложно. И вернувшиеся из похода братья моего мужа горели желанием наверстать упущенное, чтобы иметь урожай на грядущую зиму. С ними отправились и жены с детьми. Мои старшие тоже пошли вместе с ними. Летом каждому работы хватает. А мы с Цветаной, прихватив лучика, направились к домику бабушки. Я не часто навещала это место. Сначала было тяжело из-за боли утраты. Потом я ждала младшую дочь. Позже Лучезара не давала мне ни минуты покоя, и только последние пару лун с ней стало полегче. И я смогла вновь навещать домик бабушки, являющийся для меня местом силы. Княгиня тоже помнила, как Родослава перед решающей битвой наделила ее силой берегини северных земель, и Цветана смогла помочь своему мужу и его войску в борьбе против завоевателей. Мы обе молча шли Каждая вспоминала то, что происходило с ней в те далекие солнца, когда мы часто бегали к бабушке за помощью и советом. Тогда никто и подумать не мог, что Доброслав жив и вернется к нам, и они с Цветаной вновь станут править северным краем. А я и в дурном сне не могла увидеть столь длительную разлуку с Демидом и Радой. Эти события грядущего были скрыты от наших земных взоров. Но даже если бы мне показали картины со старшей дочерью в южных краях, я не смогла бы понять, что это значит. Те земли незнакомы мне, и я бы лишь мучилась вопросом, что же предначертано Радомиле. Все знания приходят в свое время, бабушка всегда так говорила, и жизнь каждый раз подтверждала ее слова. Дойдя до поляны, где стоял старый домик, мы остановились. Все вокруг сильно заросло, трава поднялась уже почти до колен. Тут и там проросли маленькие деревца, грозя полностью занять небольшой двор и закрыть домик от солнца. Снаружи он выглядел совсем ветхим, и казалось в любой момент может развалиться. Отсутствие хозяйки сказывалось настроение. А вот внутри нас ждал сюрприз. Ни пылинки, ни паутинки не было в единственной комнате дома. Будто только утром его убирала заботливая рука. Лучезара с интересом смотрела вокруг. Я боялась, как дочка воспримет старый дом. Слишком много магии было вокруг него, много тяжелых событий случилось здесь. Я еще помнила, как недалеко от крыльца, на котором мы сейчас стояли, погиб мой отец, который пришел с огнем на меня с бабушкой. Его разум был затуманен колдовством Тимиры, и я не держала зла на батюшку за те события. Но каждый раз, оказываясь здесь, вспоминала его гибель и то, как меня защитил валид, и как вовремя тогда появился ведмурт со своим старшим сыном. А ведь Демид еще не был даже моим женихом. Удивительно, что это когда-то было, ведь мы столько солнца вместе. Воспоминания словно лавина захлестывали меня. Лучезара остановила на мне свой светлый взгляд и пыталась понять, почему я вдруг погрустнела и стала серьезной. Цветана тоже молчала. Она нечасто бывала здесь в дни своей юности, когда Светозар был еще маленьким мальчиком. Чаще наши дети бегали к бабушке, но память о тех временах жила в ней, и бесконечность отчаяния, которая порой накатывала на молодую женщину, которой казалось нет будущего, забыть было невозможно. «Как много всего случалось в нашей жизни», проговорила Цветана. «Сейчас даже не верится, что мы прошли через это. Я помню взгляд матери Доброслава, когда тот уносил меня с поля битвы возле нашего терема. Она стояла за спиной ведмурда, понимая, что им уже не спастись, но молилась только об одном, чтобы ее сын успел спасти меня и наследника. Я знала эту историю и помнила, что спасти княгиню было невозможно. То, что они с Доброславом смогли проскочить мимо воинов противника с Цветаной на руках, уже было чудом. «Боги вели вас и закрывали от чужих глаз», сказала я, «но кем-то пришлось пожертвовать. Ведмурд навсегда лишился огненного пояса, и хотя ему позволили стать волхвом, я знаю, как тяжело для воинов Перуна потерять дар огня. Достаточно посмотреть на Боре Мира, чтобы увидеть это. Я помню их историю с Белозаром, и как тяжело восстанавливался после этого младший из братьев», кивнула Цветана. Мы прошли внутрь. Маленькая комната была наполнена ароматом сухих трав. Этот запах был такой знакомый, что на мои глаза вновь навернулись слезы. Он напомнил мне о бабушке, о том, как она учила меня собирать и различать травы, заговаривать их и наговаривать шепотки, чтобы отвар был целебным. Некоторые мешочки, висящие на стене, еще хранили тепло бабушкиных рук. Я не трогала их. Для лечения собирала новые травы, а с этими предпочитала общаться, приходя сюда. Мы зажгли свечи, так как, несмотря на солнечный день за окном, в маленьком низком помещении было темно. Я положила на стол любимая бабушкина веретено. Свечи поставила по кругу. Цвета насела по одну сторону стола, я по другую. Лучик сидела у меня на руках, с интересом глядя на стол. А я закрыла глаза и думала о бабушке. Вспоминала ее теплые руки, знающий взгляд, несущий молчаливое одобрение или, наоборот, предостережение. И в какой-то момент мне показалось, что я ощущаю Родославу рядом с собой. Она стояла за моей спиной, молодая и красивая, какой я ее никогда не видела, а веретено, лежавшее на столе, как будто сдвинулось с места. Лучизара протянула руку и легонько подтолкнула его. Начав крутиться, веретено уже не могло остановиться. А я почувствовала, что бабушка хочет нам что-то рассказать. Мы с Цветаной взялись за руки, замкнув круг около веретена и свечей. И откуда-то издалека потекла неспешная речь. Я узнала голос бабушки и настроилась внимательно слушать. Будучи уверенной, что она все рассказала мне при жизни, я не могла представить, о чем ведунья хочет поведать сейчас. А сказ ее уходил корнями в дальние времена, когда она еще была юной девочкой, а ее мать служила при дворе княгини, бабушке Доброслава. Глава 70 Побоялась матушка сказать княгине, что видела. Когда-то давно я рассказывала тебе историю своей жизни, но только начиная с той поры, когда мы жили с матушкой вдвоем, послышался голос бабушки, и как бежали из селения, где на нас ополчились жители, посчитав мою мать злой колдуньей, и в конце концов переехали мы в эти края. Но я никогда не говорила тебе, что было с нами до этого, кто был мой отец, и откуда я научилась ткать и вышивать тончайшие ленты, что достойны служить украшением самой княгини. А история эта уходит в далекое прошлое, когда еще и меня в Яве не было. Матушка моя родилась на границе с землями Яромира, рядом с дорогой, которая связывает наши края. Мимо их дома постоянно ездили гонцы и шли повозки на ярмарки. Порой путники останавливались на постой в доме моих родных и одаривали хозяев за гостеприимство своими товарами. Тогда и увидела моя матушка, какие бывают ткани и украшения, а мастерицы, которые ехали в город торговать, порой обучали ее своему искусству. Застанет их гроза или непогода и живут они в нашем доме несколько дней. Но без дела не сидят, плетут, вышивают, а матушка рядом с ними крутится, где подсобит, где нитку поддержит, где попробовать попросит. А когда все разъедутся, сидит себе потихоньку да вышивает рубахи да сарафаны. Как-то глянули заезжие мастерицы, что у нее получается, да удивились, как у девицы, которую никто и не учил толком, такая красота получается. Предложили ей на ярмарку с ними поехать, товар свой продать. Вернулась матушка из той поездки с новыми тканями да нитками, которые у мастериц и приобрела на вырученные за свою вышивку деньги. И дальше начала трудиться. Работу по дому, что ей родители дадут, выполнит и своей занимается. Со временем стал отец сам ее на ярмарку возить, платья вышитые лентами продавать да обменивать. Все больше моя матушка свое умение совершенствовала, все красивее вещи вышивала да украшала. И в один из ярмарочных дней подошли к ней женщины, что оказались прислужницами самой княгини. Увидели ее изделия и купили для своей хозяйки. Потом еще приходили, понравилась правительница вышивка моей матушки. Она ведь в умения, которым у южных мастериц обучилась, добавляла наши традиции, ленты по-особому плела, обережные символы северных богов вышивала. Во время одной ярмарки пригласили ее мастерицы с собой в терем. Сказали, что хочет княгиня иметь рядом ту, кто такую красоту творит. Матушка, недолго думая, попросила благословения у батюшки, собрала свои вещи и пошла вместе с прислужницами. Те обещали отцу ее достойную жизнь и возможность навещать родных. Отпустил дочку батюшка, хоть и другую судьбу для нее видел. Хотел в грядущее солнце замуж отдать, да не стал против желания девичьего идти. Видел, что умелая она выросла, не каждой дано так прясть да украшать. И началась у матушки новая жизнь. Нельзя сказать, что в те времена все в тереме хорошо было. Муж княгини горел желанием завоевать соседние земли. С него-то и начались войны, что привели в итоге к падению княжеского рода и гибели их сына, отца нашего Доброслава. Но в те годы князь еще обладал сильной дружиной и желанием захватить прилегающие плодородные земли, несмотря ни на что. Как не уговаривала его жена не гневить богов нападениями на невинных людей, не слушал он ее. Так и был князь постоянно со своим войском в походах. То в одной стороне часть земель к себе прирежет, то в другой потеряет. А дома его родные ждут беспокоиться. Княгиня все глаза вдаль проглядела, пытаясь увидеть возвращение мужа. В такой ситуации казалось не до нарядов и украшений должно быть княгиня. Но она надеялась своей красотой и нежностью хоть ненадолго удержать супруга дома. И собирала в тереме тех, кто ей может в этом помочь. А матушку мою определила жить в общую с другими прислужницами комнату. С кем-то из них она сошлась характером, с кем-то нет. О том она мне не сказывала, но домой возвращаться не хотела. И начала замечать княгиня, что когда надевает вещи, изготовленные моей бабушкой, то лучше ей становится. А наша правительница часто бывала тяжела, но не могла доносить ребенка до срока. Когда матушка попала во дворец, княгиня нахудела, вместо того, чтобы вес набирать и большую часть дня проводила в постели. Когда ей становилось лучше, она вставала и выходила во внутренний двор терема. Во время таких подъемов она и заметила, что надевая новый наряд и подпоясываясь ажурным поясом, она чувствует себя лучше, силы к ней возвращаются, и казалось, что затихает внутри дитя согретой невидимой заботой. Велела она тогда пригласить к себе ту мастерицу, которая этот наряд для нее шила да украшала. Привели к княгине мою матушку. А надо сказать, что у нас в роду в каждом поколении были женщины, которые детей лечили. Но моя матушка не была старшей дочерью и этим умением не обучалась. Но кровь не вода, наследие каждому потомку несет. И так вышло, что матушка, кроме умения шить красивые вещи, получила еще и дар исцелять страждущих. А когда она к княгине подошла, то увидела, что нездоров ребенок у правительницы. Это было как озарение, вспышка перед глазами. Показали ей боги, что с изъянами тело малыша, поэтому так плохо себя его мать и чувствует, пытается тело избавиться от плода. Не посмела матушка тогда об этом сказать. Раз никто из волхвов не сказал, то куда ей. А служители Велеса тогда уже были обижены на князя за его высокомерие и неуважение к ним, и редко навещали княгиню. Ведь правитель считал свою дружину, полную воинов Перуна, важнее волхвов. Силу войска он ставил выше благословения богов. Может, за это и поплатился в дальнейшем. И сыновей ему больше здоровых не дали. Но об этом матушка тогда не знала, а стоя перед княгиней, призналась, что есть у нее в роду знахарки, которые детей лечат. И может она попробовать облегчить состояние будущей матери. Так и повелось, что по утрам моя матушка приходила в княжеские покои, держала руки на животе хозяйки, и то и становилось немного легче. Потом одевала будущую мать в ткани, что сама саткала и украсила. Они тоже хранили тепло матушкиных рук и поддерживали княгиню в течение дня. О том, что ребенок скорее всего не выживет после рождения, моя матушка так и не решилась сказать правительнице. Слишком много надежд та возлагала на будущего ребенка. Хотела дать еще одного наследника мужу. А когда пришел срок родов, мою матушку тоже позвали. Да только стало это началом конца ее жизни в тереме.